итак друзья вот такое приобретение на алиэкспресс телескоп он лансируется как телескоп просто смотреть глазом вдаль типа подзорной трубы монокуляр либо как насадка на сотовый телефон так вот такая по мягенькая коробочка мяться здесь нечем смотрим что пришло благодарственное письмо на чисто китайском языке сам телескоп чехолечки плотненьким мягким хорошим так смотрим значит окуляр крышка просто снимается есть возможность привязать ее на ремешок ремешка самого такого нет так объектив открывается крышка закреплена на корпусе так то у нас там вот слоя тайного стандартно так и какие-то аксессуары ну тряпочка для протирочки оптики ручка для переноски с винтиком вот крепление здесь резьбовое на телескопе вот так вот закручивается и можно носить в руки дохленькое правда крепление но этот винтик пластиковый на ремешке так и сам механизм для крепления сотового телефона сейчас попробуем собрать своим телефоном я снимаю возьмем старенький телефон хтс значит вот это вот насадка на объектив она откручивается на избе вот здесь видно с какой стороны ее вкручивать не проблема вот теперь крепим сам телефон закрепили и теперь совмещаем отверстие с объективом фотоаппарата вот совместили и винт затягиваем крепко затянули теперь на три ногу крепим наш телескоп и на объектив надеваем вот эту приспособность фотоаппарата все для съемки готова все сейчас выйдем на улицу и я покажу как он работает вот наша конструкция все подключено центрировано резкость наведена снимаем вон олимпийский парк вот вдали сейчас дам максимальный зум вот вот эту вот башенку с ним будем снимать так и вот видите склад ближний дебаркадер половина которого перегорожена вот этой въездной рамкой сейчас покажу что получится извините на улице экран очень сильно бликует давайте занесу в комнату и попробую вам показать из комнаты что получается на экране телефона вот что получается на экране телефона направил я в окно его вот зато белое здание длинное там в горах над крышей как раз населенный пункт небольшой ну если быть честным и выключить на телефоне зум то изображение изначально без зума получается вот такое крупное только включив немного зума мы получим стандартный квадратный кадр резкость наводится вот этой ручкой наводится четко все видно очень удобно но сразу скажу что снимать лучше со штатива или с какого-то упора потому что при таком увеличении этот телескоп рукой не удержишь любая дрожь руки будет передаваться на экран телефона еще раз напомню что снимаю вот тот населенный пункт за крышей вот этого белого над крышей вот этого белого длинного склада вот тот поселочек над крышей итак друзья показываю что получилось при съемке через телескоп в данном случае в первых кадрах я не включал зум на телефоне без всякого зума увеличение это приближение в программе для создания видеофильмов вот что получается как видим снимки вполне приемлемые даже какая-то четкость видна единственное я грешу на дрожание самой конструкции надо как-то более стабильно фиксировать ее далее я включаю на фотоаппарате в котором произвожу съемку через телескоп небольшой зум чтобы сразу фотографии получались квадратные и показываю вам что у меня получилось но сразу предупреждаю я делаю много фотографий из-за того что все таки дрожание от рук передается на эту конструкцию очень стабильно зафиксировать все у меня не получилось но как видите фотографии получаются вполне приемлемые также попытаемся снять в горах локатор под куполом вот фотографии еще раз напоминаю что снимаю несколько кадров из-за дрожания всей конструкции так что оценивайте объективно фотографии как видите чуть правее башни с куполом видна сетчатая апертура антенны самого локатора также попробуем зафиксировать вон ту собачку она недалеко и какой-нибудь элемент вот этой машины вон ту собачку и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Также попробуем зафиксировать цветы, вот эти белые, и плоды инжира на дереве. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чуть левее вот это здание ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok